Последняя из них закончилась в пользу французской сборной именно во Франции на чемпионате мира в 2017 году. Ну а теперь, собственно, все готово к началу матча, который для вас будут в тандеме комментировать Надежда Муравьева и Артем Шмельков. Да, это действительно волнительно. Те эмоции, которые команды перед игрой транслируют на гимнах, конечно, можно понять, как они настроены. Если в предыдущем матче за бронзу, мне кажется, с самого начала было понятно, как сложится игра, то здесь я, если честно, прогнозов не дам. Не знаю, как Артем, но у нас действительно яркая вывеска и события, которые будут здесь разворачиваться, обещают быть абсолютно такими же. Гранольерс! И самое главное, что здесь не без русского духа сегодня. Судейская пара из Санкт-Петербурга. Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина. Плюс один из делегатов Международной Федерации Ганбола Стелла Вартанян. Великолепие! Представляете, все, все буквально обложено нашими людьми. В этом матче от них будет зависеть, да, дебютанток финалов чемпионата мира. У них был, у Виктории и Татьяны, финал, но это был чемпионат Европы. Евро 2018 года. Тогда тоже участвовала команда Норвегии, но в соперниках была Голландия. Ну а сегодня Франция-Норвегия. Команды, которая одна обыграла сборную России в финале Олимпийских игр. В Токио. Это сборная Франции. И сборная Норвегии, которая отправила нас на запасной путь в четвертьфинале этого чемпионата мира. Итак, Ле Блю. Голубые, синие, которые сегодня в белой облачины. Ну и, конечно же, красная команда Норвегии. Первая атака сегодняшнего матча. Надежда Константиновна, вы, собственно, за кого? А так можно вообще говорить? Конечно, нельзя. Но вы попробуйте. Вам, как заслуженному мастеру спорта, можно. Я попробую сказать, что, конечно, я здесь больше за тренерские мысли. Потому что мне сейчас, во-первых, очень интересно, как развивается то, что происходит в сборной России. И те мысли, которые транслирует Людмила Бодниева. Но и здесь Эдвей Крумбольц в своем предыдущем матче просто переиграл Ескера-Енсена. Собственно, показал тренерскую мысль. Но, собственно, я сегодня буду следить за мыслями этих двух оппонентов. И я за Францию. Красиво. Ну, тогда мне ничего не остается, как чуть-чуть подтопить за сборную Норвегии. И это как раз хорошо, когда в комментаторском дуэте один за одну сторону, другой за другую. Подняты руки арбитров в первой же французской атаке. Она уже длится без малого полторы минуты. И не будет атаки, кроме как вот этого вынужденного и очень красиво исполненного мяча от Алисии Тублан. Франция выходит вперед. Ну и давайте о составе норвежской команды. Здесь никаких неожиданностей нет. В полнейшем порядке на протяжении всего турнира. Из первых минут этого матча на площадке. Вероника Кристианссон номер четвертый. Стины Брэдл Офтедал номер десятый. Ну и восхитительная и для многих непревзойденная Нуромерк. Играет на правом полусреднем. Карри Братцет, а это добрый вечер от Вероники Кристианссон. Счет 1-1. Начинаем играть. Да, действительно, Нуромерк, если говорить о ней, она основной игрок, ну, пожалуй, там есть, да, равные. Конечно, ей такие же партнеры, но Нуромерк не так ярко начала этот турнир. Но, что отличает ее, наверное, как мастера, прибавляет от игры к игре как раз-таки к важным матчам. Ну и в этом тоже в полном порядке она подходит. В этом мы уверены. А это предыдущий момент взятия ворот сборной Норвегии. И первая семиметровая дуэль. Алисон Пино против Катрин Лунде. 2-1. Алисон Пино, которая на протяжении этого чемпионата мира бросает пенальти просто как из автомата. У нее 14 попаданий точных при 19 бросках. Собственно, это нам сейчас и показывают на плашке. Состав дополним. Санна Сульберг. Исаксон играет на левом краю, на правом Марит Якобсен. В линии, как я уже сказал, Карри Братцет-Дали. В воротах Катрин Лунде двукратная олимпийская чемпионка. Единственная из действующих оставшихся. В норвежской обойме. Ну и состав команды Франции. В воротах начинает Лора Глозе под первым номером. У нее в обороне в центре. Беатрис Эдвиж и Грасс Зади. Это пара из Ростов-Дона, если кто забыл. Эстель Нземенко и Лора Флипт обороняются вторыми. Алисия Тублан и капитан команды Королиль Асурс действуют на краях. Кристиансон возвращает Сульберг мяч в заднюю линию. Кристиансон, шикарная диагональ. Якобсен. Что они делают? Просто разрывают. Ну и француженки хороши. Пенальти. Пенальти не дают российские арбитры. Там, во-первых, не было вот этого острого шага в игрока. Я хотела сказать, кстати, про защиту. Обратите внимание, вот нам как раз момент повторяют. Задача для сборной Франции сегодня справиться с Кари Брацет далее. Ни одна команда, которая играла против нее, получила, конечно, вот эти острые передачи в центре. Но и пока две защитные свои атаки. Франция как раз-таки обратила на ее внимание. Завязали они Брацет далее. Ну и пришлось набежкам там до угла доигрывать. И смотрите, французская атака. Тоже такие хорошие перемещения. И показывают наши судьи, в частности, Татьяна Березкина, что была пробежка. Я, честно говоря, ее не заметил. Скорости очень высокие. Но судьи такой квалификации, что здесь мы им всецело доверяем. Сульберг. Здесь Нурамерк. Ей спокойно можно забегать по этому девятиметровому пунктиру до позиции аж левого края. Она все равно будет чувствовать себя свободно. Она в своей прежней, уже несколько раз потерянной и вновь обретенной форме. Нурамерк с мячом. Левая сумасшедшая норвежская рука. Стены Офтедау. Классная передача. И только девять метров. Это Лора Флипп, которая в два раза, наверное, меньше, чем Карри Брацет. Но Лора Флипп там полностью свое место освободила. Сместилась она там в центр. Понимая, что вот здесь, конечно, самая опасная, самая чувствительная точка, которую нужно перекрыть. И Лора Флипп как раз-таки здесь, она же на перехвате. Да, не удается норвежкам эта атака. Да, вот здесь смутила этим своим выходом. Она хоть до мяча не добралась. Лора Флипп, я имею в виду. Но смутила, соответственно, свою соперницу. Ну, кстати, любит норвежка, да, близко к зоне играть. Я думаю, опять-таки, если возвращаться к тренерской мысли о том, как команда подготовится к этому финалу, собственно, это и предопределит тот результат, который будет в конце, по истечении 60 минут. Но норвежки любят играть близко к зоне. Я думаю, проанализировал это Оливье Крумбольц. Но, собственно, сейчас сами француженки на том же и теряют мяч, а перехватывает мяч. Вероника Кристинс в быстром отрыве, а там перехват сотворили те, кто в центре обороны защищаются. Эстельн Заминко, и здесь едва не случилась потеря. Грасс за Ади. 9 метров. 9 метров. Скорости сумасшедший, контакт постоянный. Ух, какая тяжелая игра предстоит нашим арбитрам. И вот смотрите, Грасс за Ади. Передача на Полету Фопа. И там Кристиансон успевает траекторию эту перекрыть. Ну, а помимо тренерской дуэли, наверное, здесь правильно отметить, будет Полета Фопа против Кари Брэдса далее. Это две линейные, через которых строится игра, кстати, обеих команд. Ну, и вот эта дуэль, наверное, тоже интересна в сегодняшнем матче. Заминко за Ади. Заминко, какой бросок! И даже Катрин Лунде удивилась после такого выстрела. Через ее руки мяч зашел в ворота. Кристиансон. Оф, ты дал. Мерк здесь на левом полусреднем. Казалось бы, что ей здесь делать? Потеря! Заминко дальше по полу. И что творится на карачках? Буквально на четвереньках Нура Мерк забирает этот мяч. Это финал. Это нервы. Это огонь страстей. Посмотрите, целый сектор норвежских болельщиков. Рядом шведы. Они остались не потому, что сборная Швеции играет за медали, а потому, что они просто гандол любят. Просто они в порядке по-прежнему. Нура Мерк. Стины Офты дал. Широко расставились полусредние стины. Еще не начинал даже своих концертов. Бросок с опоры сумасшедший Нура Мерк. Но он приходит в основание штанги. Нура Мерк, конечно, универсал. Поиграла она на этом чемпионате и на позиции крайнего игрока, и на полусреднем. Еще раз скажем о том, что именно к финальной части набрала наилучшие кондиции Нура Мерк. Ну, а здесь 7 метров для сборной Франции. Они быстро играют. Ну, и, кстати, славится быстрым гандболом и норвежская сторона. А потому и скорости, о которых Артем говорит, конечно, запредельные. Ну, и совершенно само спокойствие, хладнокровие. Алисон Пино. И снова она переигрывает Катрин Лунде. Два из двух пенальти. Она, я имею в виду Алисон, еще не участвовала в матче, кроме как вот в этих 7-метровых разборках. И команде здорово помогает. Два мяча как раз эти сборная Франции и выигрывает. Мне кажется, кстати, немножко, ну, судя по интервью, задевает француженок то, что все-таки защиту сборной Дании называют лучшей на турнире. Они как раз-таки так, знаешь, аккуратненько говорят о том, что не было у нас матчей с командами, которые могут позволить в легкую игру играть. А потому наша защита лучше. И француженки постараются это сегодня доказать, хотя бы через этот матч со сборной Норвегии. Ну, а пока первый раз через центр, все-таки через эту плотную и одну из лучших защитных чемпионатов забивают норвежки. Как развернулась. Как будто знала, что можно даже зажмурившись бросить. Но я уверен, что ей завяжи глаза, но все равно попала. Мастер высочайшего уровня. Кари, братцы, дали. Ну и смотрите, неожиданный Джокер, Тамара Хорочек. А ждали ли мы ее, уж тем более так рано, в финале чемпионата мира? Это неожиданность, безусловно, от Оливье Крюмбольца. Тублан. И здесь перехват, перехват. И немедленно контакт. Первая на мяче. Грасс Дюна Зади. Та самая донская красавица, которую мы знаем. Уже второй сезон выступает она за Ростов-Дон. Грасс. О-Сэн, Серсье, Угален. И Хорочек. А зачем же она бросала в ближний? Пусть потом расскажет. Там стремительное движение. Пидром, Катрин Лунде. И мяч туда пошел. В сеточку. За ворота. Ну и здесь, конечно, момент полностью. На исполнении Катрин Лунде. Там позиция была очень хороша. Мне кажется, кстати, Хорочек там и не в ближний угол бросала. Где-то по центру пыталась в дальний угол выиграть. Но, Артем, ты правильно говоришь, есть у Катрин Лунды вот эта подсечка, когда она закрывает в последний момент, да, бросок. И Хорочек поймалась на этом. Попалась она на этом. Норвежки начинают свою атаку и встречают. Уголен здесь на позиции второго. Вывлился мяч из рук у Кристианссон. Но рядом, на счастье, норвежек была. Офтедал. И снова не летит Унер Мёрк. На сей раз в прыжке она атакует. И с касанием Лоры Глозе мяч отправился в штангу. Поэтому Лора так и довольна, так и приободряет уже после своего сейва оборону своей команды. Новое время на атаку у норвежек, естественно. Офтедал. Кристианссон. Ух-ух. Что там делает Беатриса Движ. Марит Якобсен. И королель Ассорс. Да, контакт постоянный. Контакт плотнейший. И Нуромёрк забивает. Не было бы гола, был бы 7-метровый. И Нуромёрк наконец свой первый мяч забивает на 12-й минуте встречи. Посмотрите. Горочек там буквально ее выдавливало, выжимало. Но неистовая Нура, 31-летняя Нуромёрк, забивает первый свой мяч. 4-4. Игра только начинается. Нам еще, конечно, предстоит проанализировать вот этот ход. Ну и Джокер, который достал, да, Оливье Крумбольца. Может быть, рано, может быть, все это неожиданно в лице Тамары Хорочек. Ну а я напомню, что и в предыдущем матче, в котором сборная Франции одолела неуступчивую сборную Дании, там не такое большое количество времени в атаке провела Алисон Пино. Но, собственно, у нее есть еще, конечно, такой задел в плане силы и эмоций, которые она сохранила после этой игры. Она как раз-таки на симметровой отметке. Ну а замена на позиции вратарей. Сульберг. Силья Сульберг появляется в воротах. Чуть более подвижная. Ну а Алисон Пино, кстати, пока все три симметровых броска в эту часть ворота она пробивает. Другой вопрос, что да, либо вверх, либо вниз. Но пока этот пристрельный угол она не меняет эту сторону и забивает три из трех. Да. Ну и справедливости, наверное, сказать, что француженки давненько не забивали с игры. Три пенальти-то это хорошо, но с игры пока не очень. Не знаю, знак ли это для французской команды, но факт остается фактом. Беатриса Движ. Так, на всякий случай уходит аж на 11 метров. А уже появилась Хенни Элла Рейста. Карри Братце дали еще один точный бросок линейный венгерского Дьора. Партнер Шестины Офты дал по этому венгерскому суперклубу подопечные Амброса Седреса Мартина. Ошиблись француженки. Набегают норвежки, уже видя даже шесть защитников перед собой, все равно набегают стремительно. Офты дал. Рейстад. Якобсен получает так аккуратно по лицу от резкой короли Лассурс. Отсюда и пауза. Нуромерк. Истина Офты дал по-прежнему в центре. Хенни Элла Рейстад. 99-й год рождения. Новая волна норвежской сборной. Но это просто другое поколение по сравнению с теми, кто родился в 90-91-м. А это Нуромерк, это Сдины Офты дал, это сестры Сульберг и Лора Глозе. Здорово по руке играет левый крайний норвежской команды. Гроза Ади. И снова Кари Братцет. Она и впереди терзает оборону француженок и сзади успевает. В центре она обороняется с Марен Ордал. Под 30-м номером блондинка второй центральный защитник. Ну и пока как раз-таки Кари Братцет выигрывает вот эту дуэль, которую мы обозначили среди линейных французской и норвежской команды. Она уже забила два мяча, если я не ошибаюсь, в этой встрече. Ну и норвежки в предыдущий свой момент с краю не реализовывают. А Кари Братцет, я думаю, в следующей атаке постараются норвежки снова использовать. Француженки пока проиграли здесь в центре обороны. Да, минуя своего линейного забивает мяч Корочек. Но это Джокер Олегия Крумбольца. Этот Джокер отмазывается за предыдущий свой неудачный бросок. И мяч заходит, между прочим, между ног Катрин Лунде. 6-5 Франция на шажок впереди. Офтедал. Рейстарт. И пошло движение. Марит Якобсон ушла с краю. Разряжается зона. Но здесь очень сложно Кари Братцет. Она все равно сражается, она все равно забивает. Но ее движение останавливает свисток российских арбитров. Напомним, Алпаидзе Березкина сегодня работают впервые на финале чемпионата мира. Для них это тоже, конечно, суперсобытие. Два олимпийских турнира. И Рио, и Токио работали наши девушки. Безусловно, сильнейшая наша пара. Они были на финале чемпионата Европы 2018 года. И вот финал чемпионата мира им доверен. Конечно, фолк на стены. Офтедал там подстраховка взрывной. Мелин Ноканди помогла центральным защитницам. Обратите внимание, что Хорочек поменял играс за Ади. И она же на этом месте в центре обороны, где была Грасс, рядом с Беатрисой Движ. Нуромерк. Но здесь неудача. Здесь явная неудача Нуры, которая тут же убежала на замену. Она, напомним, не обороняется с ее коленями. Вообще непонятно, как она выпрыгивает и бросает обороняться ей, конечно, категорически нельзя. Да, как не вспомнить, 8 операций. Я даже не припомню, наверное, бомбалиста, который еще такое количество операций перенес. И вернулся на такой высокий уровень. Ну, а если возвращаться к атаке сборной Норвегии, пока только через линию атаки. И сборная Норвегии как раз таки удачны. И в остальном все, что попытались найти. Еще свои голы норвежки пока не столь удачно. Хорочек из двух своих, из трех своих попыток одну реализует, но в двух ошибается. Там был один мяч парирован вратарем. И здесь в игрока, как незрящее, классно отдавала передачу Норы Мерк. И снова через линейного Артема. Пока именно этот козырь разыгрывает сборная Норвегии. Но сам пас, конечно, был просто великолепен. Остановилась, отвернулась и уже ждет и находит кари-братцев. Так это еще при том, что Норы Мерк оказалась неудачной, неудобной для себя позиции. На левом полусреднем она оказалась еще. В этой сложной ситуации выложить такой мяч, конечно, линейному. Просто момент очень красив. Француженки играют чуть побыстрее, но у них в арсенале пока побольше взаимодействий. И этот бросок с дальней дистанции, с полусреднего забивает Франция. Да, первый мяч Осеан Серсье Угален. Не ожидали от нее такой дерзости. До этого она держалась в тени, только отбрасывала мячи ближайшим из партнерш. А тут короткий скрест с Тамарой Хорочек и мяч в ворота. Рейстадт, Офтыдал, Нуромер. Заменила Рейстадт довольно скоро Вероника Кристиансен. Ну а стины Офтыдал никто заменить не может. На таких скоростях и с такими изменениями направлений никто не обыгрывает до сих пор. Стины Офтыдал снова ничья. Вот это финал, вот это огонь. Тот, кто не смотрит еще матч-игра, пожалуйста, звоните, пишите, бейте во все колокола, чтобы немедленно врубали все свои гаджеты, виджеты и прочие телевизионные приемники. Да, такая игра не может оставить однодушным. На этом чемпионате было уже несколько матчей, украшений. Ну, к сожалению, конечно, для сборной Дании матч противостояния с Францией окончился для них поражением. Но и тот матч, конечно, был интересен, опять-таки, возвращаясь к той работе тренеров, которую они проводят на турнире. Ну, сюда же я, наверное, отнесу и матч сборной Норвегии со сборной Швеции. Но это, конечно, финал. И он, как Артем правильно сказал, просто огненный. Здесь скорости высокие. Ну, и все остальное. При гонболистках еще один мяч пыталась забить Сырсвен Мугален с дальней дистанции. Но там он был, да, вот здесь задели блоком, и поэтому француженкам мяч остается. Дальний бросок простейший для Катрин Лунде. Просто семечки. Выход Тамары Хорочек, но, мягко говоря, не очень. Не очень помог команде на одно положительное действие. Минимум два ни туды, ни сюды. А это Клое Валентини и перехват Нуры. Нет, не Нуры. Конечно же, это Камилла Херем вместо Санны Сульберг на левом краю. Олимпийская чемпионка. Лондон 2012. Вот так она. Как по краю, я не знаю, кратера вулкана, чтобы не обжечься. Но Канди проходила по этой шестиметровой линии, но в итоге заступила. Полета Фопа. Нилино Канди. Ноканди лезет на пролом. Вот казалось бы, где там, какой фактурой она проламывает. Нилино Канди снова с мячом. Пас в линию. Полета Фопа. Вот она. Наконец-таки проснулась к 20-й минуте. Но и, конечно, умница Ноканди, что нашла возможность для этой передачи. Иначе была бы опять ни с чем атака французской команды. Вероника Кристианцева вернулась на площадку. Вместо Нуры Мерк, между прочим, она вышла. У Нуры пока финальная игра не задалась. Один из четырех Нуры забила. А это Рейстад. Здесь ее провоцирует на фолл в атаке Серсием Угален. И оказывается права. Немедленно Татьяна Березкина свистит фолл в атаке норвежской молодой полусреднике. Ну вот она игра норвежек. Вот здесь вот близко к зоне. При таком смещении Франции понятно, что здесь могут они ловить норвежек. И могут это делать. Ну, если честно, не так. Редко могут чаще поймать их на этом фолле. Ну, а я, кстати, хотела вернуться и сказать по Камиле Хэром. Она тоже практически не играла в предыдущей встрече. Сидела она на скамейке, копя силы. Ну, игрок, во-первых, да, опытный. И возрастной, одна из самых опытных в составе сборной Норвегии. Но имеет она, наверное, преимущество в том плане, что ее быстрые отрывы могут стать сегодня тоже одним из козырей Торера Хергерсона. Хергерсона, он придержал ее пока на скамейке, но с линии забивают француженки. 7-9 проигрывает Норвегия. Первый тайм-аут Хергерсона. Камиле Хергерсона. Судя по всему, к финальному дню подъехали французы, болельщики, потому что их было не так много здесь. В принципе, до границы с Францией совсем недалеко. А вот Каталония и конкретно от Барселоны, чьим пригородом является Гранольерс. Я думаю, что сегодня на финале здесь французов значительно больше, чем на любом другом матче чемпионата мира. Итак, норвежки в атаке меньше чем 10 минут играть в первом тайме. Два мяча Норвегия уступает. Рейстадт, Офтедал и Вероника Кристианссон нет взамен задней линии у норвежской команды. Ошибается разыгрывающая норвежской сборной. Ошибается при коротком взаимодействии с Рейстадт. Не поняли одна другую. И вот редкий пас за площадку. У француженок Мелинно Канди, Грасс за Ади и Эстельн за Минко. Я бы сказал, такой спасительный вариант, который принес победу над Данией в концовке полуфинального матча. Но надо напомнить, что Франция прошла без сучка и задоринки все предыдущие матчи на чемпионате мира. А этих матчей было уже 8. 8 матчей, 8 побед. У Норвегии одна была осечка и то относительная ничья с командой Швеции. Но зачем же так рисковать, если такие востроногие соперницы есть у Франции? Но это феноменально. Что сейчас сделала? Тройной прыжок буквально в легкой атлетике. Сделала Эстельн за Минко, чтобы выйти на бросковую позицию. Вот куда отдавала Вероника Кристианссон? Хочется спросить. Без вариантов такой пас не проходил. И дальше Эстельн за Минко. Три шага мимо Кари Братсет. И не было никакой пробежки. Ну да, он за Минко, конечно, взрывная вот эта скорость тоже отличает ее как спортсмена. Знаем мы о ее прыжках и бросках. В прыжке с 9 метров может она взорваться в любой момент. Ну и, собственно, здесь то же самое продемонстрировала. Ну а француженки там пытались, конечно, такой достаточно опрометчивый мяч передать в линию. Пока в этой микродуэли лидирует Братсет. Она забила три мяча. У Фопа пока забиты два мяча. Но не о них. Здесь главный герой, конечно, этого момента Лора Глазе. Показали нам ее 4 уже спасения из 11 бросков. Хороший показатель. И главное, что это делается в самый нужный момент. Норвежки здорово растащили французскую оборону. Хорошо бросала. Стины Офтедал. Но нет. Французский вратарь на месте. Фопа. Отличный пас на вход. И подбирает мяч на самом деле такой. Уже на дурачка, что называется. На краю играющая прямо сейчас Люси Гранье. Четыре мяча преимущества французской сборной после точного попадания Грасс за один. Ну... Интересно, конечно, смотрится атака сборной Франции. Попробовали они. Передачу в линию не получилось. Но очень быстро перестраиваются. Да, видели мы. И быстрый переход. И здесь Грасс за один берет на себя. Ответственность, мне кажется, вот к этому темпу, который норвежки хотят привыкнуть, не дают им этого сделать. Француженки рвут они темп своих атак. И, собственно, сложно предугадать, кто будет завершать атаку. И здесь Грасс за один отвечает этим броском. Он еще очень классно был выполнен. Норвежки быстро атаку разгоняют. Но француженки чуть повыше стали защищаться. И... Пятый сейв. Да. Лора Глазе. За Лорой Глазе. Да, добрый вечер, конечно. Француженки убивают своей защитой норвежскую команду сегодня. Но здесь попала, конечно, Грасс за один. Нынешний игрок ростовского клуба, бывшему вратарю донских красавиц, просто как надо. Мне сейчас интересно, действительно, был ли матч, в котором норвежки за 24 минуты... Конечно, был. Забили всего 7 ничей. Конечно, против сборной России не один такой матч был. Нет, на этом чемпионате. Нет, на этом чемпионате, конечно, нет. И вообще это фантастика, что творит Франция в обороне. Франция просто в огне. 5 мячей преимущества чуть больше, чем за 5 минут до конца первого тайма. Мне кажется, рассечение там... Не рассечение, но нос точно разбили, да, там в плечо попадает Грасс за оде. Она отличилась очень хорошим броском. Настолько важный, конечно, игрок в игре сборной Франции. Ну, хотелось бы, чтобы не без нее осталась французская команда. Грасс сзади устраивается на лавку. По-моему, врезалась она в Эмили Хэг Арнсен. Ну, так навела ее Марен Ордал лицом в лицо. Как им встретил он лицом к лицу, как в битве следует бойцу. По классике, в общем, выступили сейчас одна с другой. 5 минут до перерыва Нистовая Стины Офтедал идет спасать отечество. Но, смотрите, ни кровинки. И Эмили Хэг Арнсен уже в порядке, готовы играть. Но Аграсс досталась сильнее. И до края. Ух, какой мяч. Какой сложнейший мяч забивает Малин Ауне. Она не играла в стартовом составе. Вышла вместо Марит Якобсен. Мяч в воротах. Франция на спинах просто атакует, не давая прийти соперницам в себя. И снова те же плюс 5. Теперь уже чуть меньше, чем за 5 минут до перерыва. Не будет больше брать Хергей Арнсен тайм-аут в первом тайме. Он свой использовал. Но хитрый лис Оливье Крюмбольц еще свою минутку-то использует. Почти 8 минут до гола Малин Ауне. Норвегия не забивала. И еще одна ошибка. Плывет Норвегия. Плывет куда-то мимо золотых медалей. 6 мячей. Добрый вечер. Это нокаут. Ну хорошо. Пусть будет нокдаун, но нокаут к этой 26-й минуте матча. Какой-то калейдоскоп, конечно, исполнительский. Вообще сборная Франции показывает, как они играли с датчанками. Такое ощущение, что не могли в себя прийти всю игру. Но в концовке помним мы эту победу одержали. Ну и здесь, если возвращаться, Артем, к твоей фразе, что на спинах действительно француженки бегут, обгоняя норвежек и устраивая эти быстрые переходы. Но опять-таки я не вспомню команду, которая на спинах норвежек получала преимущество. А француженки сегодня перестроились. Никуда не делась их плотная и хорошая оборона. Здесь 2 минуты будет у Милина Канди. Но при этом добавили скорости в атаки. Они, конечно, поменяли немножко рисунок. Мне кажется, и к этому, в частности, не готова сборная Норвегия. Норвегия получает численное преимущество. Остается в одиночестве в центре обороны Беатрис Эдвиж. Но сейчас должна, конечно, решать задняя линия. Вот то, что напортачила и Нура Мёрк. Ну что это? Плохой пас. Очень плохой пас, который все-таки превращает в гол Малин Ауна. Буквально по полу постелила этот пас из-за спины Нура Мёрк. Ну и только высочайшее мастерство Малина Ауны. Вот эти ее ловкие руки, которые выловили мяч буквально на полу. Этот пас просто вау. Что сделала Нура Мёрк. И, конечно, большая красотка Ауны, что спасла этот эпизод для своей команды. Гроза Ади. Лора Флип. Вновь на позиции правого полусреднего. Эстель Заминко. О, это задняя линия французской команды прямо сейчас. Лора Флип. Как она обыгрывает. Не было ли там пробежки? Ну, скорее всего, не было. Как-то очень неправдоподобно долго шагала она. Но на самом деле просто шаги были действительно медленные. А вот смотрите, меняется. А там нарушение численного состава. Рефери, конечно. Добрый вечер. Две минуты. Выпишите, пожалуйста. Но тут можно даже не приходить, и всё и так понятно. Забыла одна француженка поменяться. Шесть полевых игроков было при вратаре, соответственно, в рамке. Две минуты удаления. Сейчас будет выписано французской команде. И, соответственно, четыре полевых игрока будет почти целую минуту у французской сборной. Ну, а это классный проход Лоры Флип. На этом мы видим, да, помимо того, что проход Лоры Флип, ещё мы видим, насколько разное количество игроков сборной Франции отметились. Ну и мячи, они забивают, исходя из ситуации, действительно, по-разному атакует сборная Франции. А пока удаление не стало либо оно таким решающим в этом отрезке. Есть эмоции. Ну, что там решать-то, господи? Игра простая. Удали ещё одного игрока и играем дальше. Люси Гранье. Пусть подумает, когда выходить на площадку, а когда оставаться на ней. Ну, хотя это, конечно, вряд ли её ошибка. Какой-то строй, верьте. Четыре игрока обороны. Беатрис Эдвиж, Алисон Пино, Эстельн Заминко и Клоэ Валентини. Ну, вы видите, какие разреженные зоны. Сейчас быстрые ноги Эстельн Заминко разве что помогут. Нура. Неумолимо Малинауне. Хет-трик из точных бросков Малинауне за короткий временной отрезок. Нура на себя стянула, на край. И по бедру вратаря Малинауне забивает вновь. Ещё 30 секунд почти на два игрока меньше у французской команды. Они всё прекрасно понимают, поэтому переходят с бодрого Алюра на шаг. Лора Флипп. Ну и Грасс за один и без удовольствия вяжутся аж на 9 метров. Лора Флипп. Грасс за один. Высокая встреча для неё. И здесь проигрывает эпизод Камилы Хэром. И лишает практически наверняка голу своей команды тот самый хитрющий лис Оливье Крюмбольц. Грасс. 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 Два минуты, два минуты. Понятно, что ворота пустые. Подняты руки арбитров. Лора Флипп. Не будет атаки. Не будет атаки. Вероника Кристенсен там без мяча. Нету здесь с мячом. Кстати, удар еще и в лицо там последовал от Кристенсен. Атаковала она игрока против воздушки. Ну, этот момент остается с удалением Кристенсен. Ну, а я обращу еще раз ваше внимание на вариативность атак сборной Франции. Снова на 7-метровой отметке. Алисон Пино. Поменяет ли она угол? Пожалуй, в этом интрига. Этого противостояния. Да, четвертый бросок делает она. Меняя сторону ворот. Ну, очень хладнокровно. Из 4-4 Пино забивает. Только что было, казалось бы, на два игрока больше у Норвегии. А теперь после удаления этой команды, после того, как одно из удалений Франции стекло, уже равные составы на площадке. Но понятно, что добавляет шестого полевого Норвегии. И создает себе мнимое численное превосходство. Нурмёрк. И снова Глозе стеной стоит. Вспомните олимпийский финал Токио. Там вытворяла чудеса Клео Дорлё. Клеопатра Дорлё. Сегодня Лора Глозе. Выдает феерию в первом тайме. И, суть по всему, еще одно будет удаление. Марен Ордал. До свидания. В первом тайме она уже не сыграет. Шикарно. Шикарно. Прочувствовал этот сложный бросок Нурмёрк. Лора Глозе. Седьмой, по-моему, сейф ее за первый тайм. За что удалена Марен Ордал, я так и не понял. Ну, я так понимаю, тоже за неправильную замену. Там обе команды, конечно... Хотя, казалось бы, это лучшие команды на данный момент. Но ошибки такие. Действительно себе позволяют. А здесь две минуты последуют наверняка. Там сзади атаковали. Малинауне. Посмотрите, что она вытворяет. Здорово опережает. Скорость, да, во-первых, перехват совершала. Но здесь удаление. Конечно, никто не ожидал, что концовка матча будет изобиловать действительно такими необязательными удалениями. И еще там желтую карточку получает наставник сборной Норвегии. Торир Хергейерсон даже не заметил, по-моему, этого предупреждения. А что показывают наши дамы? Семь метров? Семь метров. Последняя минута... Нет, она еще не наступила. А за что же семь метров? Надежда Стандиновна, поясните, пожалуйста. Виктория Алпаидзе уверенно чувствует себя в кадре трансляции мирового чемпионата. Пенальти за фолл на той стороне площадки. Но не знаю, это надо в кондуит и, конечно, сейчас правил лезть, чтобы объяснить логику этого судейского решения. Здесь вот уже и Стелла Вартанян тоже на подхвате, тоже помогает. Так, недоволен Оливье Крюмбольц. Ну-ну. А дальше что? Хотелось бы понимать, да. Так, 29-0-0. 16-10 счет. Что дальше делать? Два удаленных игрока у норвежской команды. Теперь два должно стать у Француза выжимок. Потому что заканчивалось удаление из предыдущих. И сейчас еще две минуты должна получить Нидзаменко за фолл против Малинауна. Осталось только неразрешенной ситуацией. А пенальти-то откуда? Задумалась Надежда Франкиновна. Здесь я абсолютно... Я просто не увидел момент, где желтую карточку давали Хергерсону. Мы только увидели саму выписанную карточку. Чем он возмущался, непонятно. Мы еще половину этих не увидели. Площадки вот эти долгие разбирательства тоже... Я сейчас не пойму, там еще на табло смотрят наши арбитры. Все россияне взирают на табло вместе с нами. Так что, какая разница? Семь метров, конечно же, не дают, если нарушение на той половине. Секундочку. Семь метров не дают. А зачем на табло-то смотреть? Ну хорошо, 28-59 или 29-00. Какая разница? Нету разницы. Так а на табло-то зачем смотреть? Вот и мы не поймем. Сейчас мы все узнаем. Смотри, видно, что прояснилась ситуация. Сейчас она прояснится и для нас тоже. Пенальти Нур-Эмёр. Пенальти остается, да. И Лора Глозе, выдавшая просто феноменальный первый тайм. Но такие не достаются. Такие вывозятся только КамАЗами и со свалки. Но так как мы не видели ту половину ворота, если ворота были пустые у сборной Франции и сорвана была атака по пустым воротам, именно поэтому 7 метров и назначили, которую реализует Нур-Эмёр. Последняя минута первого тайма и берет этот мяч Силья Сульберг. До этого, по сути, молчали норвежские вратари Вест-тайм. А сейчас за 30 секунд до конца первого тайма Лора Флип, ну прям, скажем, не была на высоте. Где такой мяч обязана была Силья Сульберг у себя над головой вылавливать. Итак, 15 секунд у норвежек на атаку, чтобы хоть чуть-чуть сократить разницу в счете. Все пока для француженок складывается сверхудачно. Рейстан. Спокойно и уверенно. Мы, во-первых, во втором тайме узнаем, кому на руку все-таки был вот этот немножко сбитый темп игры, которую набрали обе команды. 16-12 Франция уходит, лидируя на перерыв. На вот эти метаморпозы. Только что было 16-10. Метаморпозы, да, во втором тайме. Но пока из этих отыгранных двух мячей такое ощущение, что на руку сборной Норвегии. Посмотрим, удержат ли они как раз-таки весь этот темп. В тайме втором пока все хорошо складывалось для сборной Франции. Да, это финал. И тут уже много чего было. В том числе и интересные, резонансные, я уверен, в любом случае, судейские решения. Напомню, что российская пара арбитров работает. Виктория Алпаиза, Татьяна Березкина. Ну и лучшие лица мирового гонбола прямо сейчас. Франция против Норвегии. Преимущество Франции в 4 мяча. Мы скоро вернемся, никуда не уходите. Продолжение финала чемпионата мира. 25-го чемпионата мира по гонболу среди женских команд. Франция, Норвегия. Что может быть круче? И факт неоспоримый. Франция в первые 30 минут была сильнее, слаженнее, удачливее. Ну и вратарь, конечно. Лора Глазе несколько таких сейвов совершила, что не в сказке сказать, не пером описать. Надежда Муравьева, Артем Шмельков по-прежнему с вами на этом матче в испанском Гранольерсе. Ну, если говорить о вратарях, мне кажется, сейчас очень много будет зависеть от того, насколько вратари сборной Франции смогут удержать. Да, вот это важное психологическое преимущество, которое получила, на мой взгляд, сборная Норвегии после вот этих метаморфоз первого тайма, точнее сказать, его концовки. После него сборная Норвегии уже третий мяч отыгрывает. И здесь очень важно, как сыграют вратари, наверное, в большей степени сборной Франции. Понятно, что по всем линиям сборная хорошо показала себе в тайме первым, но психология вещь, конечно, важная. Очень много мы, конечно, про нее говорим с Артемом Шмельковым по этому чемпионату. И пока она на стороне норвежек. Несмотря на то, что счет в пользу Франковки. Несмотря на это тонкости. Женской психологии в том числе. Да, да, совершенно верно. Норвежская атака стремительно развивается и Лора Глазе почему-то промахивается мимо мяча. Четыре подряд. Четыре подряд забивает Норвегия на стыке двух таймов. И вот уже немножко подгорает. Да, французская психология. Французская ментальность имени Оливье Крымбольца. Да, мы ждали и первый, конечно, финальный матч за третье место. Более жгучим он таким не оказался. Но такое ощущение, что все эмоции, которые там не были досказаны, все перешли в этот главный финал, в котором встречается сборная Франции и Норвегии. Какие разные, ну даже не таймы, какие разные отрезки показывают команды. Ну и сейчас уже сложно, конечно, сказать, что будет дальше. По прогнозам сегодня от нас ноль целых, ноль десятых. Потому что происходящее просто невероятно. Уже пять мячей, не устаем мы это считать. Сборная Норвегии, к радости Артема Шмелькова, отыгрывает у сборной Франции. И остается совсем минимальное преимущество француженок перед грозным соперником. Торир Хергейрсон ликует человека, который уже давным-давно забрал знамя главного тренера сборной у великой Марит Брейвик. Она по-прежнему с ним в контакте. Но Торир Хергейрсон уже, конечно, давно и уверенно творит свою тренерскую историю. Вполне возможно, что не за горами передачи этого тренерского знамени в руки Туни Ларсон, которая входит сейчас в штаб Хергейрсона. Что творит Хенни Элла Рейстадт? На табло посмотрите, пожалуйста. 32-33, две с половиной минуты сыграно. И счет ничейным стал за две с половиной минуты. Ничего страшного. Пусть там от шока уйдет команда Франции. Полета Фопа забивает случайный мяч по переходу. Лорофлип – это просто человек спокойствия. Нестандартная для линейного ситуация. Она была в таком, можно сказать, в последней фазе быстрого отрыва, но смогла так спокойно уйти. От защитницы лишнего не выдумывала и забивает этот мяч. Стине Офтедал, Хенни Рейстадт и Нура Мёрк. Такая спокойная и уверенная в себе троица задней линии. Малина, она немножко побегала там от одного угла до другого. Вернется сейчас на свою позицию в правой экране. Она, кстати говоря, мы помним, три подряд мяча забила, когда сборная Норвегия вошла в ступор атакующей. 17-16 преимущество французской сборной в один. Только мяч теперь уже, помните, 16-10. Уже развеялся этот дым французских побед, якобы. Предварительных побед! Лорофлип! Нет, Лорофлип пусть постоит. А Лора Глозе почему-то опять промахивается руками по мячу. Ничья на табло. И можно снова атаковать и даже выходить вперед. Норвежки! Нет, останавливается Нура. Хенни Рейстадт. Офтедал. И потеря. Опа, двойное видение показывает Татьяна Березкина. Удивляется Санна Сульберг, но, похоже, наш рефери полностью права. Ой, ой, да. Мне кажется, этот матч вообще не укладывается в какие-то вот эти каноны финальных матчей, потому что привыкли мы видеть равную игру, и когда команды в ничью играют, и потом все решается в дополнительное время, пенальти. Но здесь что-то невероятное. Я таких финалов, если честно, не припомню. Ничего, ничего. Вспомните, Надежда Константиновна, еще время есть. 25 минут как минимум основного времени. В углу площадки Королель Асурс. Идет атаковать, идет, провоцирует на фол. Ну и, опять же, ну хорошо, Судач. Не случайно, а Судач забивает Королель Асурс этот мяч. Мерк, рейстан, офтедау. Такой пас. Очень сложный. Малин Ауне. Ну и выдавливает ее из площадки. Та самая, вот с таким горящим взглядом Королель Асурс. Пять минут сыгранного втором тайме. Событий уже столько произошло, как будто полтайма позади. Мне кажется, там нет ни одного человека сейчас с негорящим взглядом. Но француженки начинают чуть активнее играть против сборной Норвегии. Не одна сборная уже показала, что можно таким образом действовать против восьмикратных чемпионов Европы. Ну а у нас чемпионат мира, и здесь есть те, кто в сборной Норвегии, те, кто смогут при выигрыше в этой встрече стать трехкратными чемпионками мира. Пока таких в сборных Норвегии. В сборной Норвегии нет, а это останавливает Нору Мерк, и там высоко снова выдвигается второй игрок. И норвежки забивают. В игру, конечно, очень классно вошла Кеннила Рейстад. Да, Рейстад. И она перехватывает. И в заведении убегает ото всех. Что творится? Какой счет? 19-18. Норвегия спокойно и уверенно. Да, очень долго они проигрывали, причем проигрывали много. Не знаю, кто мог предположить такое развитие событий. И здесь после такой затяжной паузы, ну и голевой, ну и, собственно, в обнятной игре, они ведут один мяч. А где тот самый хитрый лис Оливье? Заснул? Нет. А что с ним? Затихарился. Ждет? А, затихарил. Ну, это так называется. Ждет удобного момента, чтобы сделать очередной острый выпад. Ну-ка, ну-ка. Давайте поглядим. Ну-ка, ну-ка, поглядим. Полета Фопа. Заминко. А где мяч? Ух ты, не стала рисковать. Здесь была позиция у короли Лесурса. Она по-другому. Ее все равно находит. Да, проигрывает. 19-19. Проигрывает ей Мали Науны уже не в первый раз. Хороший мяч забивает настоящий капитан Французской Республики. Короли Лесурс. 19-19. 73% реализации у француженок, 70% у норвежек. Это говорит о том, что вратари, вот как-то так внезапно получилось, не очень-то и помогают. Вот это Санна Сульберг, 20-19. Классно. Висела, ждала. И в итоге с отскоком от пола Санна Сульберг-Исаксон забивает. Оссиан Серсиан Угален на площадке. Эдстельн Заминко, Грасса Ади и Оссиан. Девушка по имени Океан. Теперь она на правом полусреднем временно сюда сместилась. Полета Фопа забыла мяч ударить в пол. Такое тоже бывает, когда очень руки дрожат. Кристиансон. Из прогнозов, которые можно так аккуратно сделать в этой игре, я, наверное, предположу, что голкиперы. Сказал ты о том, что не особо помогают в сегодняшней встрече, но первый голкипер команды, который зацепится за игру, собственно, он и может в эту сумбурную игру внести перевес, внести перелом, пока Норвегия ведет один мяч. Да, где-то потерялась Лора Глозе. Здесь полета Фопа. Прямо, скажем, не помогла команде. Мяч преимущество сборной Норвегии. Весел Оливье. Нет, вроде бы не затихарился. Вроде бы здесь на месте. Никуда не убегал. Марит Якобсин. Нурмёр. Стине Офтедал. Пенальти. Нет, только 9 метров. Извините, я играл в «Зените». Что ж такое-то? Там не было такой острой, действительно, позиции для линейного сборной Норвегии, но они опять по центру пытаются атаковать. Не пытаются, а делают это успешно. Норвежки ведут два мяча. И сейчас, конечно, помимо того, что в сборной Франции надо включать игру своих галкиперов, здесь еще нужно очень ярко проатковать и ни в одной атаке включить свою оборону. И две минуты, как нельзя, кстати, для француженок получает удаление Сана Сульберг. Но Офтедаль, конечно, классный, очень зрячий мяч. Она ниже ростом центральных защитников сборной Франции, но она забивает, глядя на вратаря и видя, абсолютно освобождая даже себе этот угол. Зади там доигрывают стяжку до углового игрока. В игрока, в игрока Осеан Серсиен Угален. Еще одно нарушение правил. Да, но это снова удачные действия. Как раз-таки Стины Офтедаль, она забила предыдущий момент. И здесь прочитала, конечно, ситуацию. Очень классно сыграла. Норремерк возвращается в атаку на право-полусредний. А теперь сухая математика. Не кибернетика, как говорил в свое время Виктор Николаевич Рябых. Дай бог ему здоровья, привет, горячий. Так вот, 16-10 был счет за пару минут, прям даже, может быть, за полторы минуты до конца первого тайма. Ну а дальше 11-3. Чью пользу, Надежда Константиновна? Ответ понятен. Всем в сборной Норвегии. 11-3 в финале чемпионата мира. 12-3. Добрый вечер. Я диспетчер. И играть еще 20 минут. В сознании или, хочется спросить, сейчас Оливье, великий и могучий крюмбольц? Конечно. Да? То есть, олимпийский чемпион навсегда, forever. Ну, ну. Навсегда, но я уверена, что так... Нет, ну, олимпийский он навсегда. Тут не отнимешь, не прибавишь, не убавишь. Что долго, так сборная Франции точно вылететь не будет. Они отвечают острым выпадом. 22-20. Сборная Франции забивает этот мяч. Да. А может быть, вымучивает, а может быть, забивает. Очень даже поднокровно забивает сборная Франции этот мяч. Пока еще норвежки в меньшинстве. 15 секунд. Осталось, но это уже, конечно, не важно, потому что добавили они игрокам в атаку. А ворота снова пусты. Можно рискнуть и сделать перехват. Пока входит Камила Хэром. Второй в линию. Камила Хэром. Одна из немногих оставшихся олимпийских чемпионок в составе сборной Норвегии. Потому что два последних олимпийских цикла. А они проиграли кому? Сборной России. Сборной России они уже отомстили? Отомстили. В полуфинале обыграли? Обыграли. Что в финале происходит? 13-4. Добрый вечер. За последние 12 минут. 13-4. Ой! Что такое? Сирена. Наконец-таки будет Оливье Крымбольц. Пришел в себя. При счете 20-23. В чью пользу? Извините. Резда в твоем месте. Ты ссор из твоего места. Малу, гид. Парал с моими другими, в отношениях. Не пей пасса. Д'accord? В роте срне Бресили, Фоч zuassистить. Фоч важнее у вас. Банч, хрискал. Фочу на пэнтис. Фочу на перейти. Фочу на пейси. Велик, хрискал. Вадим. On работает на пейси. Фочу на 1. Фочу на 2. Фочу на 3. Фочу на 3. Фочка на 2. Фочу на 2. Байд. Байд! Нет, вы можете есть? Это это сделать. Слышно, что я хочу помнить. По-моему, этому тайм-ауту сборной Норвегии Хергейрсон не особо нужен. Там все все понимают и так. Вот этот бросок. Почему он зашел в ворота? Потому что пока еще вратария сборной Франции не включились по-настоящему в борьбу, и сейчас они это сделают. А там Клео Дорле. Она поменяла лору в глазе, но никто не заметил. Потому что мяч по-прежнему все залетает и залетает. Сеточку. 23-20. Меньше 20 минут играть и под девизом «Что дальше делать?» Месье Оливье. Вышли француженки играть. Орлан Канор. Первое появление ее на площадке. Хотя, может, она уже играла, но, опять же, никто не заметил. Грозади в центре и Осеан-Серсье Угален на правом полусреднем. Скрестное движение. Орлан Канор. Но здесь Осеан, конечно, не опасно. У нее левая рука. Ла Сурс. Канор. И снова в затыке французская атака. Ничего не сделаешь. Подняты руки арбитров. Канор. Гранье. Нет атаки у Франции. Это медицинский факт. Извините. Да, там и использовать, конечно, свою, одну из самых ярких игроков. Палету Фопа не удается француженкам. Очень сумбурно. Там еще игра сзади. Заходила в линию. Но это, конечно, несмотря на то, что бросок предполагался как с дальней дистанции, прилетело нормально вратарю. И в такие моменты вратари бывают по-другому начинают играть. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте. Мяч, кстати, не в лицо попал, а, по-моему, в шею или в район ключицы. Не, ну, просто сам бросок действительно получился прицельным. Да, там никто из блокирующих. Все-таки в лицо отстрелило, да. Совсем не зателывал. Бедняга Клео уходит с площадки. А почему она уходит? 7 на 6 будут француженки атаковать? Вроде нет. Она просто подходит, видимо, да, на штыря, понимаете? Это гангбол. Канор. Заади. Сложный очень пас. В падении бросала Полета Фопа. Мяч коснулся кого-то из норвежек. Нет, 9 метров назначены. Орлан Канор. Грозади, как она качает. Осеан. Ну, нет. Нет просто людей, кто будет атаковать. Если не Полета Фопа, то просто некому, кроме Грасс, возможно. Но и Грасс тормозят, даже не позволяя ей дойти до 6-метровой линии. Ну, есть еще, конечно, в запасе у сборной Франции игрок, который, конечно, отличается таким по-хорошему безумием спортивным. Алисон Пино. Она, конечно, в этих нервных ситуациях может проявить характер и может сыграть яркую игру. Но ее мы в атаке, кроме 7-метровых штрафных бросков, и в этой игре тоже не наблюдаем. Еще один тайм-аут кромбольца. Вот так. Ну, так бывает, да? Затянул с первой паузы и посмешил со второй. Затянул с первой паузы. Да, вот это финал. Вот это страсть, вот это эмоция. Вы знаете, что сказал Оливье Крембольц? Девочки, а бросать-то кто будет? У нас три паса осталось. Кто-нибудь бросьте уже. Спасите Французскую Республику. Здесь действительно с дальними бросками. Бросками с дальней дистанции у Франции пока. Не все ладится, но я вернусь к Персоне. Ну, мы сейчас посчитаем. Пино, хорочек выходит в центр. Да, казалось бы, нужна пино, а выходит хорочек. Почему? А где мяч? Он в ворот опять не попадает. Мо-хокдаль! Пожалуйста, дайте ей выйти в финале. Чтобы она прожгла этими глазами уже категорически и сетку ворот соперниц. Не только наши телевизионные леб-экраны. 23-20 по-прежнему. Еще даже середина не пришла второй половины этого финального матча. Карри Братсет. Незаменимая линейная на весь турнир для норвежской команды. Кенни Рейстад. Какой она выдала отрезок в стартовые минуты второго тайма. А это Нуромерк. Четыре паса показывает Виктория Алпаидзе. Осталось четыре паса в распоряжении норвежской команды. Это значит предупреждены уже о пассиве. Нет. Руки опустили арбитры. Значит и не поднимали их. Что же тогда четвертка означало? Перехват Лоры Флипп. Грасс за Ади. Наведение Грасс. И снова Силья Сульберг стеной стоит. 9 метров для французской команды. Силья Сульберг выиграла этот ближний бой у Грасс за Ади. Артем, ты видел эти эмоции Силья Сульберг? Сейчас мне кажется будет повтор. Домой попереживала и мяч отбила. Ну и кстати к игре вратарей. Вот Силья Сульберг как раз таки и из двух вратарей первая, кто начала играть. Но это помимо ко всем заключениям, которые сейчас случились со сборной Франции. Начались они как раз таки в первом тайме. Это прогнозировалось. И француженки пытаются заменами. Пока в атаке найти игру. Хорочек не забивает этот мяч. Силья Сульберг совершает четвертый сейф. Четвертый сейф подряд. Это, конечно, так казалось бы не вполне очевидно. Но видно, что в этом, конечно, надежность игры Норвегии, которую они ведут, возобновили не только интригу, но и отыграли. Считали мы там большое количество мячей. Три мяча Норвегия ведет. 46-ая минута встречи. Да, а что по поводу забитых мячей команды Франции? Четыре за 15 минут. Девять метров. Четыре за 15 минут забила команда Франции. Пропустила, в свою очередь. Одиннадцать? Нет, двенадцать. Нет, одиннадцать. Уже все. Математика уже средней школы не срабатывает. Перехватили мяч француженки, а Люси Гранье забыла попасть в ворота. Нет, это не забыла, что хорошо отрезок проводит Силья Сульберг. Шестой сейф от голкипера сборной Норвегии. Это правда. От ее руки. От ее руки мяч идет в штангу ворот. Феноменальная Силья Сульберг. Вот она, замена. Мы помним, что в воротах норвежек начинала Катрин Лунде. А теперь это Силья Сульберг и норвежский фьорд. Неубиенный, не сдвигаемый на последнем рубеже. Корочек. Фопа. На конди. Потеря у француженок. Руки дрожат, мозги закислились. Ничего не получается. Ну и уходит из центра палета Фопа. Там для нее хороших позиций нет. Не смогла она их во втором тайме найти. И перестраивает то, что хорошо получалось пока Оливье Кумбольц. А нового пока найти не удается. На конди. Нет, не будет атаковать Тублан. Нет атаки. Просто нет, как нет у французской команды. И подобрать некому. И здесь Силья Сульберг забирает. А тут еще и Рейстар. Что вытворяет на этом отрезке матча Силья Сульберг? Это просто фантастика. Давайте вспомним про Силья Сульберг. Она вот так со вторых ролей переключилась на главные. Это тоже вратарь Диора. Тоже это как и Лора Глозе. Представьте, в первом тайме солировал один вратарь суперклуба из Венгрии. Ну а инстафетную палочку вратарскую у нее заврала Силья Сульберг. 31 год. Ее сестра-двойняшка сейчас на площадке на левом краю. Но без ее участия проходит эпизод опасный. 7 метров и 2 минуты. Французская команда по-прежнему уплывает куда-то из Испании в сторону своего атлантического. Да, из-за спины мы привыкли, что полусредние отдают эти передачи. Из-за спины угловым игрокам или линейным. Ну а здесь Братцик, конечно, вытворяет нечто похожее. Линейный игрок из-за спины отдает передачи. Нур-умерк. Номер 9. Просто как стену прошибает, как теннисным... Да, как теннисным мячиком в стенку бетонную. Фу! 24-20. По-моему, Франция закончилась сегодня, нет? Ну пока, да. Вернуть себе то, что было в первом тайме, не с возможностью. Ну и Франция сейчас, наверное, переживает схожие эмоции со сборной Дании. Они как раз, как хитрые лисы из-под носа, увели у них победу. А сейчас примерно то же самое, только другом временном, конечно. Промежутки происходят уже в обратную сторону. Француженки упускают из рук в первом тайме то, что так хорошо у них складывалось. В первом тайме складывалось, во втором все разложилось в другую сторону. А здесь ошиблась, казалось бы. Офтодал была близка к перехвату Люси Гранье. Но нет, прозвучал свисток, потому что на Офтодал все-таки нарушили правила. В игрока. Здесь фолл в игрока. Четко показывает жестом Виктория Алпаидзе. Усан Сирсиену Гален забросила мяч на отметке 40-й минуты. Это я имею в виду последний мяч команды Франции. То есть уже 8,5 минут без гола сборная Франции. А до этого Короли Лассурс отличилась на 37-й. Это значит, что за последние 12 минут только два мяча сборной Франции забито. Тамара Хорочек. Она просто выбрасывает мяч в сторону ворот. Это не бросок, это привет горячий. И начинайте, пожалуйста, свою атаку. Что делает она в этом финальном матче на площадке? Вопрос открытый для Оливье Крюмбольца. Прямо готовый для пресс-конференции. Ну да, чтобы не быть голословным, это действительно из шести попыток Корочек забивает только один мяч. И это пять прям так откровенно выкинутых мячей. И поэтому преждевременно, конечно, мы дали ей имя Джокера. Джокер пока у Оливье Крюмбольца не сработал по времени. Есть еще, конечно, возможность отыграть эти пять мячей по состоянию сборной Франции к 49-й минуте. Это, возможно, не видится. У нас есть блистательные болельщики, которые смотрят нашу трансляцию и подсказывают, что, оказывается, фамилия Сульберг 26-20. Фамилия Сульберг переводится как «Солнечная скала». Очень подходит, не правда ли? И солнце светит, и скала греется. И скала стоит, да. Стеной стоит Силья Сульберг, а Хенни Элла Рейстад забивает еще один мяч. Ворота обескураженных францужинок. Ну, не нашлось пока, да, у сборной Франции игрока, который, как Хенни Рейстад, войдет в игру. Она действительно внесла перевес в атаке. Если мы говорим о ней, забила уже пять мячей со стороны сборной Франции. Таких не нашлось, нету на площадке. Не собирается, мне кажется, даже какая-то рисунки, но... Нету еще ряда игроков. И та же Милина Канди потеряла, конечно, нить игры. И она, они выходят, меняют мяч. Может быть, неналепленный мяч для сборной Норвегии. Это все спортивные предрассудки и приметы. Просто не хочется, как и в первом матче, в котором играли за бронзу сборная Испания и сборная Дании, чтобы был какой-то разгромный счет, потому что пока... А не нужно разгромный, уже все случилось. Все случилось, да, шесть мячей сборной Норвегии выигрывают. И, конечно, такого перевеса в финальных матчах... Быть не должно. Не хочется, да, чтобы они были... Может быть, и должно, и я расстроилась очень. Ой-ой-ой, так болела за команду Франции. Она так подвела, так подвела нашего... Комментатор дебютанта, дебютанта Надежда Муравьева. Если кто забыл, трехкратная чемпионка мира 2001, 2005, 2000... Нет, 2000... Вру! 2001, 2007 и 9. О, Господи, сосчитать уже не могу. И впервые комментирует финал чемпионата мира. Ну ладно, так и быть. Пусть один полежит в воротах, Лора Флип забивает, ничего страшного. Ты, кстати, так говорил в первом тайме, когда говорил, что выплывает золотые мечты в сборной Норвегии, из рук, а потом, хоп, и все поменялось. Ну, все вернулось на груди своя и приплыло к солнечной скале. Ну, может быть, еще не все завершено с солнечной скалой, может быть, еще и с вратарем. Сборной Франции, там тебе не прислали, как переводится фамилия? А, это я сам могу перевести. Ну, переведи. Пожалуйста, Короли Ля Сурс. Какой-то там источник, не знаю, чей источник, может, святой источник, а может быть, и еще какой-нибудь. Я все-таки про вратарей пока еще. А, ну, Дорлю, она Клеопатра. Тут переводить ничего не надо. Сейчас зацепят парничей. А пока за нее цепляет центральный блок. Это Беатриса Движ. Ну, это олимпийские чемпионки. Они снисходительно улыбаются. Ну, подумаешь, проиграли в финал чемпионата мира. У нас уже золотая медалька. Вот она. Я забегать вперед не буду. Скажу потом, кто сможет, кто может стать пока еще теоретически трехкратными чемпионками мира и в составе сборной Норвегии. Ну, можно уже начинать, мне кажется. Не надо начинать. Пока нам Артем еще не сказал, как переводится вторая фамилия вратаря. Она, правда, не выходит на площадку. Лора Глазе. Ее пока на площадке нет. Пошел решать задачу со звездочкой. Давай. Решай задачу со звездочкой. Такая же задача абсолютно у сборной Франции. Не хочется, конечно, совсем в растрепанных чувствах с этой финала уходить. Попробовала попытку переиграть Клое Валентини. Силье Сульберг, но и ей это не удается. Сульберг действительно скала. Во втором тайме, я и говорила, Артем перевел, кстати, как переводится фамилия Глазе. И здесь остается только этим и заниматься, конечно, сборной Франции. Хотя он говорит, что они так спокойно отдают этот финал. Будешь ты рассказывать? Пожалуйста. Нет, может быть, вы просто погуглите, как переводится Глазе с французского на русский. Но это, правда, жесткая ирония, честное слово. Нарушение на карибраце дали. Ну, конечно, Беатрия Сыдли, что она никогда правила не нарушает. Она всегда в рамках действует. Посмотрите. О, случайно поскользнулась карибраце. Ну так, мимо проходила просто французская защитница. А кария оступилась. Ну так бывает же. Ну нет, не тот случай. 9 метров. Играем дальше. Вот сейчас, да, надо обильно протереть, потому что там много уже фото на площадке. Все такое. Рейстадт. Неудержимая Хенни Рейстадт. А еще же Нуромерк бросала только сильно с пенальти. С игры еще может махнуть. Рейстадт. И вот Клеопатра. Поиграем еще. Но только баста. Да, там она споткнулась, отдавая эту передачу. Видела она ее и читала. Но здесь, конечно, все уже на стороне сборной Норвегии. Еще и не везет на этой передаче. Вот здесь, да, мы видим. Правда, не видно было левую ногу. Но видно было, что спотыкалась. Отдавая эту передачу вратарь сборной Франции. 16 потерь в финале. Но нельзя с такими показателями выиграть. Но объективно. 16 потерь у сборной Франции. При этом 12 раз ошиблась норвежская команда. И это тоже немало. Но 16 это перебор. Нуромерк. Хенни Рейстадт. Стины Офтедау. И Мерк бросает. Хорошак Клео. Клеопатра Дорлё. Переход французской команды. Алисон Пино в центре задней линии. Но нет. Ну хорошо. 9 метров. Нет. Уходит. Меняется. Только по переходу. После обороны была впереди в атаке Алисон Пино. И вместо нее Грасс за Ади. Да. В расстроенных чувствах. Донские красавицы из сборной Французской Республики. Вернутся в реалии российского чемпионата. Чуть-чуть пострадали они сегодня в финале. Внутри медали в Россию привезут. Да. Катрин Хайндаль заработала бронзу. Да. Это игрок московского клуба ЦСКА. И здесь пар медалей перепадет и ростовчанкам. Вот она героиня первого тайма. Лора Глозе. Не поверите. Ее фамилия переводится. Ну если брать ее как глагол. Злорадствовать. Злорадствующая Лора. Ну как-то это прям жестко. Пять минут играть. И пять мячей преимущество сборной Норвегии. Едва не потеряла Рейстадт. Но едва не считается. Оф ты дал. Морит Якобсон. Норвегия. Это уже финальная точка. Здесь даже сложно какую-то сочинить интригу в этом матче. А мы должны сочинять, Надежда Стангин. Артем. Помните? Сказки народов скандинавского севера. Мы должны рассказывать дальше. Я не помню какую-нибудь очень известную французскую сказку. В которую могут францужники сегодня поверить. Или сами ее совершить. Пока то, что прогнозировалось после слома в первом тайме. После этого перелома в игре. Четыре шага. Четко. Как же здорово наши арбитры тут разобрались. Сложная ситуация. Едва наступила на площадку четвертым шагом. Эстельн Заменкой. Уже прозвучал свисток. Хенни Рейстер. Стине Оф ты дал. Нур-Мёрк. Стине снова. Что же они делают? Они просто руты мечут. 28-21. Досрочная победа норвежской сборной. Да, Франция, конечно же, гегемон. Франция в третьем финале подряд в течение календарного года. Но все ни в такт, ни в попад. И норвежки выигрывают, как выиграли в финале чемпионата Европы. Выигрывают и в финале чемпионата мира. На Олимпиаде. Ну, мы еще раз напомним. Пройдемся по этим норвежским мозолям сборной России. Их остановило. А Франция это сделать не смогла. Оф-Тадалия. Камила Хэром становится после этого матча трехкратными чемпионками мира. Действительно, на чемпионатах Европы чаще медали завоевывала сборная Норвегии. Их восемь в копилке этой именитой команды. Ну и вот здесь добавляют они еще золото чемпионата мира в свою копилку. Об этом, конечно, уже говорить можно. Остается три минуты всего сыграть в этом матче. Ну и счет 29-21. Не знаю, ожидал ли кто-либо из болельщиков. Сюжет такой предугадать точно было сложно. Вот ожидали ли такой счет. Мне кажется, и здесь не найдется смельчака, который бы сказал, что таким счетом завершится этот финал. Ну и ко всем, конечно, приключениям сборной Франции. Еще впервые в матче Алисон Пино не попадает в ворота. Не то, что вратарь там судьбы подбивает, а в принципе мимо ворот этот мяч. Ну, как мы знаем, гонбол игра простая. Первое правило – попади в ворота. Вот даже с первым правилом францужники не справились во втором тайме. Но, опять же, не смогли. Нуромер, Хенни Рейстер. Они неумолимые. По-моему, коснулось мяча Клеопатра Дорлё. Да, если бы не коснулось, и не было бы аутов в пользу сборной Норвегии. Две минуты играть на бис могут норвежки, но сейчас полетят воздушки, еще какие-нибудь выкрутасы. Все это мы сейчас увидим. Нуромерк. Стине Офтедал. Ой, а зачем вот это делать? Толкает в спину сейчас Сану Сульберг. Она улыбается и встает. Офтедал. Клео Дорлё в ближней штанге надежно. Но уже просто не бежится. Уже гири на ногах у францужинок. И это, конечно, легко понять. Да. Не может атаковать в позиции Алисом Пино. Это, видимо, какие-то ограничения по здоровью сказываются. Она снова меняется. Нет, остается. Но зачем? Если она весь чемпионат не атаковала. Зачем сейчас? Ну, вы все видите. Тут комментировать нечего. Это рубрика Ноу Коменс. Та самая солнечная скала стоять будет до последних секунд. Мяч в воротах вымучивает этот гол Грасс за Ади. Ее спортивное самолюбие, конечно же, не позволяет опустить рук. Итак, в историях чемпионатов мира сборная Норвегии в четвертый раз становится чемпионом. 99-й год на домашнем чемпионате мира в совместно проведенном с Данией. Причем на том турнире у норвежек было одно поражение. В 2011 году в Бразилии, там, где участвовала Надежда Константина, наш сегодняшний эксперт-дебютант, тоже Норвегия выиграла и тоже было одно поражение. Через 4 года в 2015 в Дании тоже первое место с одним поражением. И вот теперь в Испании 2021 года сборная Норвегии выигрывает чемпионат мира, не потерпев ни одного поражения, сыграв один лишь только раз в ничью в принципиальном скандинавском дерби с командой Швеции. Последние секунды они готовы устроить нам песни, пляски тех самых народов гордого скандинавского севера. А мы подождем. Норвегия! Норвегия! Четвертая победа в истории чемпионатов мира, тех самых неоднократных. Сколько там? 8 раз, да? Чемпионки Европы. 8 раз чемпионки Европы, 2-кратные олимпийские чемпионки, а теперь и 4 раза чемпионки мира. Повержены. Сборная Норвегии подобралась к результату сборной России на чемпионатах мира. Ну как, ну по дистанции все-таки подобралась, да. Да, это, конечно, было очень запоминающимся, хотя мы привыкли финалы в другом, конечно, ракурсе запоминать, но это, я не знаю, по-спортивному, мне кажется, повторить точно невозможно, потому что никто не захочет. А я вот поздравляю Надежду Муравьеву, во-первых, с отработанным честно в длину на 2 с лишним недели чемпионатом мира, с дебютом в финале, как комментатора-эксперта на чемпионате мира. А теперь давайте просто посмотрим, как радуются люди победе на большом турнире, при том, что, в принципе, они к этим победам, ну, как минимум, привыкли. Чемпионат Европы – это по уровню турнир, на всякий случай, посильнее чемпионата мира, где по версии Международной Федерации, ее главы, прежде всего, египтянин доктора Хасана Мустафы, должно выступать 32 команды, чтобы поднимать слабых, но по факту мы видели здесь результаты, типа 62-9 или там 51-15. Непонятно, кому это нужно, потому что на чемпионатах Европы, где на поток поставили победы команда Норвегии, я на всякий случай напомню, что с 2004 года команда проиграла только два европейских чемпионата, и только однажды не была в тройке призеров. Ну, это просто сумасшедшее доминирование на протяжении всего 21 века норвежского гонбола, женского норвежского гонбола, мужской, кстати, подтягивается, медленно, но верно. Но француженки, никто, конечно, не снимает с них титул олимпийских чемпионок, сегодня вынуждены признать свое поражение. Ну и, пожалуйста, вот они так и будут сегодня кататься друг на друге, хером на Арнсен, но вряд ли наоборот, Арнсен вряд ли оседлает хером. Катрин Лунде, Катрин Лунде, у нее, я не знаю, наверное, дома целый сундук с наградами. Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя, замечательная и неповторимая Катрин Лунде тоже принимает сегодня поздравления. Ну, а дальше, да, и сестры Сульберг, и все эти прекрасные... А где, кстати, рогатые болельщики? Что их не пустили, те, кто шлемы с рогами надели? Где они? Какие-то шапки все непонятные, ушанки. Сборная Норвегии, чемпион мира, счет финального матча совершенно не важен, потому что, проиграв первый тайм вчистую, напомню, что за минуту, за полторы, до конца первого тайма было 10-16, не в пользу Норвегии. Во втором тайме... Во втором тайме все перевернулось с ног на голову, и в итоге победа сборной Норвегии с суммопомрачительным счетом 29-22. Это значит, второй тайм был выигран со счетом 17-6. Феноменально. Камила Хэром. Тоже, кстати, молодая мама, замечательно чувствующая себя на родине в клубе Сула. Там она лидер, царь и бог. Ну, а в сборной Норвегии всего-навсего левый край. Давайте потихонечку будем закругляться. Все-таки, конечно, не хочется уходить с этого праздника жизни. Впереди церемония награждения. Ну и, к сожалению, мы пока не можем сообщить вам семерку лучших по амплуа. Не знаю, может быть, это будет объявлено только на церемонии награждения. По всей видимости, именно так. Ну ладно. Узнаем потом. Наверняка там, конечно, не будет игроков сборной России. Может быть, Юлия Моногарова только как правый крайний. Этого достойно. Но есть же Натали Хагман, которая в одну калитку выиграла гонку бомбардиров. Человек, который без продуху, без устали там забивал и забивал по 19 мячей два дня подряд. Еще раз поздравляем всех тех, кто в финальном матче в этом классическом противостоянии в современном женском гонболе. Норвегия-Франция болел за представительниц скандинавского полуострова. Но француженки, ну ничего, сегодня они, конечно, расстроены. Завтра поймут, что и серебро на чемпионате мира. Даже в статусе олимпийских чемпионок это круто. Ну, а для того, чтобы выиграть, нужно было просто так же, как первый тайм сыграть второй. Ну, а это уже вот эти неистовые норвежки сделать не позволили. Да, по-другому не скажешь. Действительно, норвежки сегодня были неистовые. После этого перелома уже не сбоили совсем. Там, по-моему, вот, я не знаю, даже добавлять или нет, по-моему, только одну ошибку совершили норвежки после этого восхождения в первом тайме. И совершенно заслуженно с этими золотыми ленточками появляются здесь на площадке чемпионата мира Испании. Это не ленточки, это мишура предновогодняя, предрождественская. Они сейчас еще и майчонки золотые достанут наверняка. Там все заготовлено, там у них с этим все в порядке. 125 человек в делегации, там и по маечкам тоже специалист есть. Ну, а француженки, да, вот все вот, ну, как мы любим. Обнимашки, поцелуи. А вот Лис, хитрый Лис этот, из Нормандии. Нет, из Лотаринги, я все путаю, откуда он. Ушел, на интервью пошел. Пока временно в Наре посидит Лис, а потом выскочит и покажет еще интересные и запоминающиеся матчи. Ну, а мы с вами, наверное, будем прощаться. Это Офтедаль. Да-да-да, они играли вместе в Париже. Да-да-да. На всякий случай. Лора Глозе и Стины Бредл Офтедаль. Вот он и есть, большой спорт.